МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангаромедиа. С вами Надежда Фролова. Возможных потерпевших от деятельности коммерческой организации в Ангарске устанавливают полицейские. Установлено, что компания, которая занималась оказанием финансовых услуг, а также услуг в сфере недвижимости, заключала с гражданами договоры о привлечении их средств с условием возврата денег и процентов. Однако впоследствии условия не выполнялись, средства не выплачивали. Граждан, пострадавших от действий, организации призывают обратиться в управление МВД по адресу. Улица Карла Маркса, 52, кабинет 332. К старшему следователю Наталье Корноуховой. Или по телефону 8904-122-1112, 53-05-15. Сейчас слово «инвестиция» мы слышим на каждом ходу. И, конечно, у нас привлекают внимание большие проценты, доходность. Ведь всем хочется верить в сказку, особенно когда рассказывают красивую историю, подтверждая какими-нибудь комментариями и отзывами. Но мы же все люди и понимаем, что любые дивиденды, любые проценты – это знания. Если мы все знаем об инвестициях, тогда можно идти. Но сколько мы изучали, где изучали, в каких официальных источниках мы брали информацию – это уже вопрос к вам. Берем информацию только на Центральном банке России, когда мы пытаемся узнать что-то про финансовую организацию. Либо на Министерстве финансов. А если уж мы идем каким-то своим путем и верим в какие-то истории, ну тогда будьте готовы потерять свои деньги, возможно, навсегда. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере и возбуждено в отношении депутата Думы городского округа Натальи Стрельниковой. По версии следствия, женщина, будучи директором 27-ю школы, в течение нескольких лет получала деньги от одной из своих подчиненных за общее покровительство по службе. Сумма составила без малого 400 тысяч рублей. Сообщается, что проведены обыски и изъято вещественные доказательства. Правоохранители выявляют дополнительные эпизоды противозаконной деятельности. Если вина 55-летней ангарчанки будет доказана, ей грозит до 12 лет лишения свободы и крупный штраф. Братское водохранилище пополнилось новыми мальками ценных пород рыб. Несколько тысяч пелядей были выпущены в естественную среду обитания. Такой экологический проект реализовала ангарская нефтехимическая компания. Главная цель – сохранение биологического разнообразия и восполнение водных биоресурсов. Пелядь – одна из ценных пород рыб при Байкале, но, к сожалению, в естественной среде ойкры семейства сиговых практически нет шансов на выживание. С настроем сохранить окружающую природу для будущих поколений ангарская нефтехимическая компания ежегодно реализует крупный экологический проект по искусственному воспроизводству ценных видов рыб. И этот год не стал исключением. 10 тысяч мальков были выпущены в реку Белую. Оттуда они попадут в Братское водохранилище. А численность рыбы увеличивается. Это показывает и промысловые уловы Братского водохранилища, и то, как мы берем рыбу на производители и на воспроизводство. То есть ежегодно увеличивается поголовье маточного стада, с которым мы получаем биоматериал и потом выращиваем молоть. До нужных размеров мальков бережно выращивают на заводе в Усольском районе. Позже выпускают в реку. Но сначала в искусственный пруд заводят невод, чтобы выловить несколько мальков для контрольного взвешивания. Каждой такой рыбке по 70 дней от роду, а средний вес – 10 граммов. Именно в этом возрасте пеледь может самостоятельно добывать пищу. А значит, пришло время отправлять ее на вольный хлеба. Через пару лет рыба вернется на нерест в Белую, а также в Иркутск и Китой, что обеспечит богатый приплод в реках. Пеледь является промысловой рыбой ценных пород, породы сиговой. Мировая практика показывает, что такие мероприятия являются очень эффективными мерами. Так как они позволяют не только сохранить популяцию рыбы в реках, но и направлены на ежегодное увеличение приплода в реках. Ангарская нефтехимическая компания на этом не останавливается. И в следующие периоды мы точно так же будем участвовать в этих мероприятиях. Ангарская нефтехимическая компания не первый год проводит подобные экологические мероприятия. За это время в реке Сибири было выпущено несколько десятков тысяч рыб ценных пород. В плане предприятий дальше вести большую работу по сохранению и восстановлению природных ресурсов в регионе. Альберт Федон, Милксения Высоцкая, Новости 360, Ангарск. Не переключайтесь. Далее немного полезной рекламы. В общество Сибмонтаж автоматика требуются инженеры ПТО, изолировщики, электрогазосварщики, газорезчики, монтажники ТО, операторы станков с программным управлением, маляры по покраске металлоконструкций, плотники-бетонщики, водители категории B, C, D, E. Телефон 8 39 55 97 02 03, 8 901 641 65 78, 8 39 55 97 02 03, 8 901 641 65 78. Акцию «Я трезвый водитель» провели сотрудники ГИБДД вместе с общественниками. Они раздавали водителям памятки, рассказали об опасности вхождения автомобиля в пьяном виде и какая за это предусмотрена ответственность. Вооружившись памятками и тематическими листовками, сотрудники ГИБДД останавливают первый автомобиль. Водитель удивляется приятному сюрпризу, ведь обычно тормозят за нарушение, а тут вручают подарок, рассказывают о негативном влиянии алкоголя и желают хорошего дня. Так, сотрудники госавтоинспекции проводят акцию «Я трезвый водитель», которая призывает автолюбителей не управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, чтобы не создавать опасности для себя и окружающих. Руководитель фонда «Город без наркотиков» Андрей Болгов также присоединился к акции, чтобы напомнить. Водители всегда за руль садились только в трезвом виде, не употребляя ни алкоголь, ни наркотические вещества. Всем водителям напоминаем об этом, дарим памятки, также дарим наклейки нашего фонда «Город без наркотиков» на телефон и на заднее стекло и бутылочку воды с наклейкой «0 градусов алкоголя». С начала года сотрудники госавтоинспекции задержали более 900 граждан за рулем в нетрезвом состоянии. Несмотря на то, что мера ответственности за такую езду серьезная, проблема все еще есть. Водители отметили, что такие акции привлекут внимание общественности и заверили участников мероприятия, что сами они так никогда не поступают. Ксения Высоцкая, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. 12 продовольственных товаров подешевели в Иркутской области за неделю статок наблюдений. Больше всего цена упала на овощи, фрукты, рыбу и свинину. Капуста нового урожая стала дешевле на 8%, морковь на 3%, а картошка на 2%. Кроме того, несколько упала стоимость замороженной рыбы. Также список подешевевших товаров пополнили яйца, подсолнечное масло, гречка, ржаной хлеб, пшено и сливочное масло. На 10 продовольственных товаров цена не изменилась. Специалисты сообщают, что в целом ситуация на рынке Иркутской области демонстрирует устойчивую стабильность. Дефицит отсутствует. Благотворительный матч в памяти Ивана Рассказова состоялся на малой арене Дворца спорта «Ермак». На лёд вышли две команды друзей и почитатели таланта Ивана Геннадьевича, чтобы сыграть в любимую игру, вспомнить добрым словом человека, внёсшего немалый вклад в развитие ангарского хоккея. В прошедшем на льду малой арене Дворца спорта «Ермак» матчи памяти, посвященному Ивану Геннадьевичу Рассказову, проигравших не было. В нём по определению не могло быть проигравших, потому что в таких матчах бал правит уважение к ушедшему памяти человеке, славно послужившему хоккею всю свою жизнь. Доброта, отзывчивость, живость ума – именно такими качествами характера и обладал Иван Геннадьевич Рассказов. Иван Геннадьевич Рассказов был доброй души человек, хороший мастер своего дела. Он всегда помогал нам, молодым игрокам. Где-то даже мог подсказать, подшутить. Душа компании. У меня не получилось присутствовать у него на похоронах. И я хотел дань уважения дать этому. Всё-таки матч памяти его. Я его уважал как человека и до сих пор помню добрым словом. Хотя с точки зрения спортивной составляющей счёт на табло был. Ветераны хоккея, профессиональные игроки, любители этого вида спорта в этот вечер разбились на две команды, надев свитера белого и оранжевого цвета, символикой Ермака и сыграли друг с другом. Весело, задорно и красиво. Так, как это делал Иван Рассказов. На лёд выходили игроки команды, когда Иван Геннадьевич работал там администратором в середине нулевых. Те, кто помнил его сервисменом, играя в ВХЛ. И те, для кого он был примером подражания, рады ангарскую публику в середине 70-х, почти 10 лет играя за Ермак. Иван Геннадьевич жил, работал, и он просто дышал хоккеем, поэтому, наверное, у меня тоже стало перехватывать дыхание. Вот когда я увидела, когда особенно забили клюшками по льду, возвращает всё это в молодость, возвращает всё это в те времена, когда он был жив. Конечно, говорить очень трудно, но он был такой человек, который просто, знаете, жил хоккеем. Это было для него всё, это было для него такое прямо вдохновение. Белые начали решительно, поведя после первого периода 5-1. Во втором оранжевые усилиями Александра Юдина, Сергея Чубыкина, Романа Журавлёва и Николая Столяренко сократили разрыв до 4-5. В третьем отрезке белые прибавили и сумели на характере вырвать победу. 8-6. Не случайно в команде оранжевых вышел на лёт и нынешний главный тренер Ермака Сергей Чубыкин. Он начинал свой путь в ангарском клубе, когда, Иван Рассказов, работал там администратор. Человек – музыка. То есть с ним всегда было весело, интересно. И человек – это профессионал, он жил хоккеем, он любил хоккей. Он профессионал своего дела. Дань память Ивану Геннадьевичу. Поэтому предложили, я двумя руками за, с удовольствием пришёл, сыграю этот матч. По окончанию встречи, собранной участниками матча средства, были переданы вдове Ивана Геннадьевича Людмиле. Было высказано мнение всех игроков, чтобы сделать его традиционным. Ведь память стирается только в одном случае, когда добрые слова о человеке перестаёт говорить последний из тех, кто помнил. А к Ивану Геннадьевичу это вряд ли относится. Огромное спасибо всем тем, кто развивает наш хоккей, кто играет в него, кто болеет за него, именно за наш ангарский хоккей. Субтитры делал DimaTorzok Ди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. В Листвянке такая же погода. Днём температура поднимется до 19 градусов выше нуля. К вечеру на термометре можно будет наблюдать плюс 15. Ожидаются осадки. Ветер юго-западный 1,3 м в секунду. А теперь о погоде в Ангарске. Во вторник утром дождь. Днём солнечно и 28 градусов тепла. Ночью плюс 17. Ветер западный 1,3 м в секунду. Атмосферное давление 717 мм ртутного столба. И на этом у меня всё. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду.